Провести расследование фактов нарушения режима прекращения огня на Донбассе, а также допустить представителей миссии ОБСЕ на территории Ордло, призвала украинская сторона в Минске. Таковы итоги заседания трехсторонней контактной группы, которая завершилась около часа назад. В ходе встречи Украина заявила, без полноценного режима тишины невозможно вести дальнейшую работу. Кроме того, выразила беспокоенность случаями насилия и запугивания сотрудников миссии ОБСЕ. В рамках работы под групп украинская сторона передала списки верификации лиц с обменного списка боевиков, которые могут быть помилованы. А также внесла предложение по выполнению минских соглашений. Очевидно, что мы еще раз наголосили, что те люди, которые не имеют никакого отношения к минскому процессу, они не могут быть освобождены в рамках следующей процедуры обмена. И поэтому мы готовы освобождать всех тех, где это позволяет украинское законодательство, через процедуру помилования. Мы подготовили все эти списки. Мы сегодня пытались выйти на этот конструктив, чтобы в червне уже совершить процедуру освобождения, но слышали снова эту волю о необходимости продолжения верификации. Продолжение следует...